Всем привет, с вами Квина. Сегодня у нас необычная игра. Нельзя сказать, что это даже игра, это скорее интерактивная книга. В принципе, вы помните, мы с вами играли в игру про королеву, что-то там, Long Live the Queen. И лично мне очень понравился такой тип разворачивания истории, прокачка, разные варианты развития сюжета. Вот оказывается, такого типа я нашла. Есть пару книг, возможно, есть еще какие-то произведения типа этого, но пока что вот то, что я нашла. Это книжка Яна Левинстона «Пещеры снежной ведьмы». Ребята из ЗОГТИМ перевели эту всю книжку, представляете, какие молодцы. Сегодня мы посмотрим, как в нее можно играть. Есть несколько типов прохождения игры сложности. «Искатель приключений», «Матерый герой», «Непринужденное чтение». В «Непринужденное чтение» есть кнопка «Назад», можно сделать какой-то любой выбор, но вы знаете, я еще не читала, поэтому не знаю, как оно играется. И «Кнопка лечения» есть. Я думаю, мы войдем на «Непринужденном чтении», потому что, ну, только для ознакомления. Для таких хархорчиков, как вы, это будет несложно поиграть на более сложных уровнях. Играем? А, надо выбрать. Здесь есть музыка, и можно отключать, можно переходить настройки в главное меню. Вычислить свою начальную выносливость, характеризует ваше общее телосложение, волю к жизни, решительность и физическую форму. Чем выше выносливость, тем дальше вам удается прожить. Вы должны бросить две кости, и к выпавшему значение прибавить 12. Получив свое число, будет внесено в лиц путешественника. Гроху выносливость. Во время путешествия выносливость может увеличиваться и уменьшаться, но если она пойдет до нуля, вы погибнете. То есть это типа как здоровье, и ваше приключение закончится. Если вашего выносливость сильно снизилось, не забудьте, есть часть провизии. Давай, давай хорошую. Ну, в общем, неплохо. Девять, могло быть и два. Давайте, учитывая мой лакерский опыт в Хардстоун. Так, далее. Какой там у нас навык? Ваш навык характеризует мастерство владения оружием и общий опыт сражения. Чем больше, тем лучше. Кстати, здесь еще можно поменять размер шрифта и тип шрифта. Очень удобно. Мастерство владения оружием. Ваш начальный навык определяет заброском кости. Пределение к лучшему числу 6. Зачем получившиеся, я знаю, те, кто люди, которые играли в настолки. Вот это оно. Вот это оно. Так, начали наносить игру навык в листе путешественника. Ну, давайте. Насколько у нас навык владения мечом хорошо равен? Дай хорошую, дай хоро... 6! Еее! Еее! Камон, да я мастер меча! Надеюсь, музыка вам хоть немножко слышна. Я ее так уменьшила сильно, потому что она меня как-то нервировала. Но сейчас вообще не слышно, кажется. О! Так, удачу определяю. Ну, вы видите, наша удача. Практически. Практически я уверена, что она будет 150. Зачем удача определяет ваше природное везение? Ну, это понятно. Ну, дача и магия, это факты жизни вымышленного королевства, которого предстоит исследовать. Ваша начальная удача определяется поиском кости и прибавляем кое-пишем числа 6. Зачем? Получившись из-за значения в графу удачи в риск, мне надо хорошую удачу. Давай! Давай, книжка, не подведи. Давай! Ну, вы видите, мегалакер. Что же делать? Зелье, которое хотите взять. Помимо основного начального снаряжения, вы можете взять одно магическое зелье. Ну, ладно, видите, я хорошо махаю мечом, зато он плохо мне везет. То есть не везет. Можете взять одно из следующих зелья. Зелье навыка. Очки навыка. Зелье силы с очки выносливости. Зелье удачи. Значки эти приводят один начальной удачи. Блин, я по удаче взяла. Хотя сила как-то полезней. Учитывая, что это одновременно наше здоровье. Ну, я как бы лечение у меня будет по идее, потому что... В любой момент путешествие за заключением битвы. Готовь зелье восстанавливать навык. Выносы на очки до начального значения. А зелье удачи еще добавить одно очко к начальному до восстановления. Каждая зелья можно всего один раз. Так что использовать их мудро. Интересно, как они расходуются. Удача очень плоха. Но я думаю, все-таки будем практичны. Возьмем уносливость. Зима в северной Алансии жестокие и суровые. С затяжными снегопадами, глубокими сугробами и продувающими до костей ледяными ветрами. Несколько недель назад восстанавливал торговец по имени Большой Джим. Сан для защиты своих караванов, которые сейчас медленно бредут на север к перемешшим форпостам. Запряженные лошадьми телеги везут ткани, утварь, оружие, солонину, чай и пряности, чтобы обменять их на меха и резьбу по мамонтовой кости. Путешествия на север обычно не доставляют большому Джиму тревог, потому что бодиты нападают на его караваны на обратном пути. Не он один понимает ценность северных товаров. В текущей поездке вы идете впереди шести телег, пересекающих замерзшее озеро. Вдалеке можно разглядеть покрытые снегом вершины гор ледяные пальцы, пронзившие низкие облака. Пункт назначения находится у подножия гор, где северяне собираются для торговли. Идет снег, но не сильный. Восстанавливайтесь и колите мечом лед, чтобы проверить, выдержит ли он вес телег, когда внезапно тишину разрывает прозительный зон зов охотничьего рога. Вы встаете и бегом возвращаетесь поговорить с Джимом. Он сидит возле возницы на второй повозке, попыхивая длинной вереской трубой. Огромный мужчина с пышной бородой. С Джимом стоит считаться. Его ярко-голубые глаза оглядывают горизонт в поисках признаков жизни. Глубоким голосом он признает, кажется, трубели в форпосте, лучше тебе сходить и разведать, вдруг беда, и возвращайся побыстрее. Вы отправляетесь прямиком в форпост у подножия ледяных пальцев. Через два часа вы приходите к месту ужасной бойни. Снег красный от крови, а все деревянные хижины сломлены и разгромлены. В снегу лежат шесть из полосанных тел, их топоры валяются поблизости. Судя по размерам следов, на форпост напало какое-то огромное создание. Бедным северянам уже ничем не помочь. И вы отправляетесь обратно к каравану Большого Джима, чтобы рассказать о случившемся. Через час, когда дневной свет уже начал огусать, вы наконец добираетесь до него и рассказываете об ужасных событиях, произошедших в форпосте. Большой Джим велит построить повозки кругом, чтобы обезопасить караванщика в ночь. В центре горит большой костер, и вы присаживаетесь возле него, чтобы поговорить с Большим Джимом. Все волнуются, и караулу приказано высматривать малейшее движение. Тихим голосом Большой Джим просит вас выследить ужасного зверя, надчего торговли конец. Вы улыбаетесь и отвечаете, что возьмутесь за это, но за 50 золотых монет. У меня была картинка в группе по этому поводу. У Большого Джима отвисает челюсть, но после жаркого спора он наконец соглашается на ваше предложение. Когда вы ложитесь спать, снег уже прекратился, а вы долго не можете заснуть, голова занята мыслями о грядущей охоте. Вы просыпаетесь с первыми лучами солнца, костер превратился в слеящие угли. Двук мягко поднимается, в утренний туман, а вокруг ни звука. Вы подходите к спящему Большому Джиму и хлопаете его по плечу. Он рывком пробуждается, и вы говорите, что уходите и надеетесь вернуться сегодня. Вновь начинается снегопад. Вы мажете на Прещание Часовому и направляетесь обратно к форпосту. Мы вышли на охоту. Когда вновь достигаете форпоста, тела и следы зверя уже занесены снегом. Видимость низкая, но вы отправляетесь к горам, надеясь найти там страшного зверя-убийцу. У вас следы были? Вы медленно взбираетесь по склонам, снег мягкий, и вы утопаете в нем по коленам. Вскоре вы проходите краю расщелина, через которую перекинут ледяной мост. Ледяной мост, нифига себе. Если хотите перейти через расщелину по ледяному мосту, перейдите, приходится 335. Если предпочитаете обойти через расщелину, переходите к 310. Я надеюсь, я не упаду. Мост довольно узкий и очень сколький. Удача, плохо. Если вам повезло, переходите в 41. Если вам не повезло... Можно назад. С удачей у нас все очень плохо. Давай. Нам нужно было значение. Удача не более 9. Вы плаваете. Удините. Не более 9. Интересно. То есть, мы все-таки... Нам повезло. Хух. Вы осторожно шагаете по мосту. Успешно перейдя расщелину, вы прожарите в медленное шествие сквозь плотный снег. Ой. Вы вонзаете меч в расщелину, обретая точку опоры и подтягиваетесь наверх. Ветер начинает завоевать, бросаемое в лицо к вам я снега. Помимо ветра, вы внезапно слышите другой звук. Волчевой. Вы хватываете меч, пытаясь разглядеть их свой сплотный снег. И вдруг из ниоткуда перед вами появляется два снежных волка, готовых к нападению. Они полностью белые, за исключением красных глаз. Капец. Внезапно один из них прыгает на вас. Вы должны сражаться. А то у меня же сражение просто оверпауэрот. Вы должны сражаться, сражаться. Давай, давай. Вы ранили. Удачи не буду. Вы ранили. Все еще ранили. Тогда мы уже килл его делали. Победили. И теперь вы должны сражаться второй. Хорошо. Хорошо. Вы триумфатор. Оттоп. Победили. Вы проходите мем волчьих тушь и продолжаете путешествие сквозь окружающийся снег. Местность становится круче и восхождение замедляется. Снегопад усиливается, разлетаясь во все стороны из-за сильного ветра. Начинается метель. Если хотите выкопать убежище в снегу при помощи меча, переходите к 289. Если желаете продолжить путешествие, переходите к 229. Вы в спешке вырубаете ледяные блоки из склона горы и строите временное иглу. Вы забираете с него, когда метель проносится по горе с яростной силой. Тепло вашего тела поддерживает температуру в иглу и вы не замерзаете. Однако вам приходится съесть две порции провизия, чтобы восстановить силы после сматывающей ходьбы и строительства иглу. Это не повышает вашу вкусность. Спустя часть метель утихает и вы выбираетесь в убежище, чтобы продолжить странствие. Под нависающим камнем вы видите небольшую деревенную хижину, построенную вплотную к склону. На крыше лежат высокие снежные сугробы, а с окон на храм свисаются сульки. Вы видите глубокие следы, ведущие из хижины на гору. Если вы хотите войти, если хотите пойти по следам, войду. Порядная дверь хижины слишком сильно замерзла, и вам приходится выбить ее плечом, чтобы открыть. Внутри хижины всего одна комната с пожитками трапера. Ловушки, меха, мешки сложены в углу комнаты. Деревянная кровать, стул, стул и некоторые кухонные принадлежности, похоже, недавно использовали. А пепел в камине все еще теплый. Если вы хотите подбросить дров в огонь и разогреть холодное блюдо в одной из сковородок, перейдите, приходите к 118. Покушаем. Огонь гудит и клокочет в сердце. Жар пламени разливается по вашему телу и согревает его. Жарко и великолепно. Жарко и великолепно вы чувствуете, как возвращается сила. Вы получаете три очка выносливости. Отлично. Восстановить силы вы решаете покинуть хижину и продолжить приключения. Только вы собираетесь покинуть хижину, как замечаете, под кроватью оружие. Если хотите взять с собой, переходите. Да, хочу взять. Что там? Боевой молот и копью. Окей. Снова оказавшись посреди... Все, что нашел, мое. Снова оказавшись посреди глубокого снега, вы отправляете в сторону горного склона, следуя по следам на снегу. Вы продолжаете подъем, но на большой высоте, разряженной в воздухе, вам тяжело дышать. Вы теряете одну очковую носливость. Хорошо, что мы три перед этим восстановили. Но получили. Внезапно вы слышите человеческий крик, сопровождаемый жутким ревом. Недалеко вы видите тропера, сражающегося насмерть с гигантским медведоподобным созданием, с длинной белой шерстью и острыми клыками, торчащими из пасти. Это зверь-убийца, которого вы выслеживаете. Отвратительный Йети. Вы наблюдаете, как вогти Йети пекают. Ой, ужас. Надо было быстрее бежать, наверное. Мы успели спасти. Как ухти Йети перерубает горло невезучему троперу, он падает на снег. В пылу гнева вы кричите на Йети и бежите по снегу, чтобы напасть на него. Печалка, печалька. У вас с собой есть копье? Да. Осторожно поднимайте копье, целясь в Йети. Если вы отморозили правую руку, если нет, переходите. Вроде не отмораживаю. Крепко сжимая древку, вы отводите руку назад и бросаете копье выречащего Йети. Ну-ка, ну-ка, давай. Шесть. Хорошо же, да? Копье летит и вонзается в косматую грудь Йети. Он рычит от боли, но не падает. Вы быстро хватаете меч, чтобы сразиться с разъяренным зверем. Вы должны сражаться. Давай, намутохаем его. 9-10, уже посерьезнее парень. И направо, и налево. Получи, Ганна Йети. Столько людей, он умудохал козел. Видите, козел? Хе-хе-хе. Ну, давай. Ура! Так. Вы склоняетесь над тапером и медленно переворачиваете его. Глаза я два открыты, а из околка рта течет кровь. Йети проделал огромные раны в его груди, и вы понимаете, что его уже не спасти. С огромными усилиями он поднимает руку и обхватывает вас за шею, заставляя склониться, чтобы вы расслышали его предсмертные слова. Он благодарит вас за спасение и настаивает на том, чтобы вы узнали его секрет. С ужасной болью он выкладывает свою историю. Он говорит, что жил в горах большую часть своей жизни, охотясь на зверей и торгуя их шкурами. Но последние пять лет он пытался найти легендарные хрустальные пещеры. Эти пещеры вырезали в леднике исследователи снежной ведьмы, прекрасной, но злой чародейки. Пытающиеся использовать свои темные силы, чтобы начать ледяную эру, в которой она будет единолично править всем миром. Фод в хрустальные пещеры находится на этой самой коре. Он открыт, но спрятан за иллюзией. Несчастный торопер случайно нашел его вчера, когда увидел одного из воинов снежной ведьмы, прошедшего буквально сквозь ледяную стену и исчезнувшего. Торопер оставил кусок мехового входа, чтобы можно было потом его найти. К сожалению, Йети положил конец всем его надеждам. Он просит вас войти в пещеры, убить злобную снежную ведьму и оставить ее последователь без лидера. Ходят легенды про огромные богатства, замороженные в стене, логово снежной ведьмы, которые станут достойной наградой. Торопер внезапно сильно сжимает вашу шею, а затем беззвучно падает на снег. Он мертв. Вы забрасываете его снегом, прежде чем принять решение, что делать дальше. 50 золотых монет от Большого Джима Сана ждут вас по возвращении с доказательством смерти Йети. Но мысль о путешествии через хрустальные пещеры под горами ледяного... Под горами ледяные пальцы манит вас, и вы решаете отправиться на их поиски. Снегопад прекратился над вами, ясное голубое небо. Воздух холодный и свежий, под ногами скрипит снег. Вы медленно движетесь по склону, выискивая метку о входе в пещеру, оставленную тропером. Неожиданно сверху доносится отдаленный грохот. Сладкий щерев лавины. Удача. Блин, сейчас будет очень плохо. Давай, давай. Неплохо, да? Надо было меньше. Нам не повезло. Вы смотрите вверх и видите снежные каскады, громыхающие по горному склону. С ужасом вы понимаете, что стоите на пути лавины. Вы оглядываетесь и видите выступ, под которым можно укрыться. Приближающая снежная масса всего в сотни метров. Вы отчаянно несетесь к укрытию. Вы ловко прошли проверку навыка. Тут повезло. Вы ныряете под прогалину, пока снег громыхает со всех сторон. Прижимаясь как можно ближе к ледяной стене убежища, вы дожидаетесь конца лавины. Облегченно вздохнув, вы вновь отправляетесь на поиски хрустальных пещер. Как опасно тоже. Только на поисках. Мы сюда не зашли. Вы медленно поднимаетесь по горе, пока не доберетесь до скалы, на которую нельзя собраться. Вы обходите ее, пока не находите огромную стену льда. Полностью блокирующее лежбище между двумя горными вершинами. Ледник. Ваше сердце замирает, когда вы замечаете кусок меха, оставленный на ледяной стене тропером. Даже не видя вход, вы продолжаете путь вперед. Вы закрываете глаза, подозревая, что сейчас врежетесь в стену льда, но проходите прямо сквозь иллюзию и оказываетесь в длинном туннеле, вырезанном во льду. Вы спускаетесь по нему и доходите до развилки. Свернем ли мы налево или повернем направо, вы узнаете в следующей серии. Если она будет, ее скорее всего не будет. Так что советую вам самим почитать и узнать приключения и что же будет дальше. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, было интересно. И я оставлю ссылку на перевод прямо под видео. Всем пока!